СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ Да, помаши маме, что называется Как в старой, в старой, в старой Может быть, в эту секунду можете поставить банки Я вот бутылочку поставил на зарядочку Поскольку сегодня новостей много У нас, как обычно, утренний дайджест Слегка пройдемся Посмотрим, что там творится на новостном фоне Потом к нам придет один из китайцев Да, ты что, не знала, что он... Ты кого-то собираешься привезти? Конечно А ты не знал, что старая китайская фамилия Надоршин, это китайская фамилия? Ах, вот оно в чем дело Евгений Надоршин, друзья, экономист Появится в студии «Серебряного дождя» в 9 утра Ну и Дмитрий Борисович Орешкин Наш дорогой и любимый В 10 утра с главными политическими новостями Дим, с твоего позволения Давай быстренько пробежимся Потому что упала на ленты Вот к сегодняшнему утру Нидерланды предъявили обвинение Четырем фигурантам дела О крушении малазийского Боинга Над Донбассом Адвокат одного из обвиняемых Елена Кутина рассказала ТАСС Что подозреваемых вызывают Для следственных действий Первое судебное слушание Запланировано на 9 марта Намерены ли они явиться в суд Не уточняется Вроде один собирался Ты знаешь, я хочу сказать, что Гиркин уже заявил о том, что Давай так Значит, имена Сначала имена тех, кому предъявили обвинение Значит, это Сергей Дубинский, россиянин Олег Пулатов, россиянин Игорь Гиркин, россиянин И украинец Леонид Харченко Так вот, насколько я знаю Гиркин уже заявил о том, что Мол, мне не поступало там никаких Официальных уведомлений Да, официальных уведомлений Я не живу по месту регистрации А даже если поступали, я их вроде как бы реагировал Потому что я не признаю Главенство международного права Над правом национальным Но вот, тем не менее На 9 марта Запланировано Первое судебное слушание Ну, кто-то там Назови сейчас Всех трех наших Дубинский, Пулатов, Гиркин И украинец Леонид Харченко Пулатов сказал, что Вроде как примет Участие в этих Следственных действиях Так, еще из новостей Члены Президиума Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Ушли в отставку Что в нашей реальности бывает довольно редко Их полномочия будут переданы Олимпийскому комитету Об этом руководство объявило На внеочередном заседании Сообщает об этом Пресс-служба Федерации Решение было принято Цитата Для обеспечения их прав Участия в международных И всероссийских соревнованиях А также в целях Сохранения целостности Легкой Атлетики Ну, с участием Нашим участием Я так понимаю Что в Олимпиаде в Токио У нас возникают Существенные и существенные проблемы Чем ближе к Олимпиаде Тем больше и больше Я так понимаю В данном случае Я надеюсь, что Уход руководства Каким-то образом поможет Нашим спортсменам Я правда не очень понимаю Каким Потому что передача Полномочий Олимпийскому комитету России Ну и дальше что Все равно нашим спортсменам Придется, судя по всему Выковыриваться Через иностранные юрисдикции То есть те, кто Они обязаны Еще раз говорю Я считаю, что спортсмен Обязан принимать участие В Олимпиаде В обязательном порядке Это высшая точка Пика его формы Карьеры и всего остального И, конечно Было бы идеально Если бы он принимал это Все-таки под российским флагом Но если даже Такой возможности нет Тогда уже нейтральный флаг Ну или флаг Какого-то иностранного государства Так, еще из новостей Генпрокуратура попросила Снизить срок Константину Котову Вчера это очень вечером Активно обсуждалось В соцсетях Я напомню, что это Осужденный по Дадинской статье Срок попросила Снизить Генпрокуратуру С четырех до одного года Ну, я так понимаю За отсижным Это называется Не снизить срок Снизить срок Это убрать срок А это за отсижным Попросту говоря Парню дадут Отсидел, все, свободен Ну и Иван Голунов Ждет извинения От генпрокуратуры Но, судя по всему Не дождется Потому что генпрокуратура Передала требования Ивана Голунова Об извинениях В нижестоящую инстанцию Хотя надо отметить Что именно генпрокуратура Ведет надзор За его делом Понятно Но тут они Нет, они тут По боку закон Они сначала Типа нижние В нижестоящие Нижестоящие Нет, сначала ты Сначала ты Нет, давай ты сначала Понимаешь? Нет, сначала они откажут Агент прокуратуры Ну то есть они так Красиво сыграли Так, новые законы Заработали с февраля Поэтому я думаю Что 1 февраля Вы отметили В каком-то Боевом таком Задоре Подъеме 1 февраля Было у нас суббота Итак, с 1 февраля Вступили ряд законов Достаточно любопытных Давайте пробежимся По ним Значит, с начала месяца Увеличивается плата За пройденный километр По системе Платон С 2 рублей 4 копеек До 2 рублей 20 копеек То есть на 16 копеек Возросла Ну, некоторые ожидают Что подорожают продукты И почтовые отправления Так ли это? Ну, почтовые отправления Однозначно Там воздух возится И, в общем, везде Где возится воздух Это существенно Что-то тяжелое Тяжелое Мало возится Так, продолжал Оказывается транспорт В Москве Вот, как наконец-то Этих москалей Проклятую эту Москву Начинают гнобить Теперь поездка Стоит 57 рублей Но цены на безлимит Остаются прежними Покупайте безлимит И будет вам счастье Да, с 1 февраля Уже действует Закон о СМИ Инагентов В соответствии с Формулировкой Если читать ее дословно Иностранным агентом Может стать любой человек Написавший что угодно В социальных сетях Правда, депутаты Подвигавшие этот закон Говорят, что он Таким образом действовать Не будет Применяться не будет Ну, вообще-то Депутаты Вы из законодательной Власти Но не исполнительная Тем не менее По букве закона Как раз Все ровно Диаметрально противоположное Суть закона в том Что власти могут На свое усмотрение Раздавать Ярдки СМИ Иноагента После чего Субъект будет обязан Зарегистрироваться В Минюсте После этого он будет Маркировать Распространяемую Информацию Как иноагент За нарушение закона В первый раз Придется заплатить 50 тысяч Физическим И 500 тысяч Должностным лицам При повторном нарушении Вдвое больше Нарушение более двух раз За год Может повлечь за собой Арест на 15 суток Есть Есть и все Позитивные Очень позитивные новости Да Ну я напомню Что ко всему прочему Там не только Звание иноагента Просто навешивается Как ярлык А у вас еще Добавляется отчетность Которую вы должны Будете сдавать Аудит Который вы должны Будете проходить И прочее И прочее Ну ничего страшного Господи На этом фоне Я хочу тебе сказать Еще удивительнее Вот казалось бы Да Ну вот есть закон Который начал работать С 1 февраля Закон отвратительный На мой взгляд Если кто-то из наших Слушателей не согласен Милости прошу 730-101 Но ведь они пошли дальше И Минюст предложил Штрафовать За репосты Вообще Материалов Из тех источников Которые в России Не зарегистрированы Как средства Массовой информации То есть ты например Сылаешься на источник Я не знаю там Сайт Ну предположим Уганды Который в России Не зарегистрирован Как СМИ И за это Тебя могут Оштрафовать Дмитрий Валерьевич Да можно Оштрафовать За все что угодно Я же не все Не весь список Кто у нас тут Зарегистрирован А кто не зарегистрирован Я уверен что Большая часть Информационной ленты Каких-нибудь Иностранных Компаний Точно в России Не зарегистрированы Ибо потому что Даже не знают О существовании России Как таковой И на нее Не вещают В принципе Почему бы И нет Так Ну тут нашли Какой-то О господи Какая-то ерунда Опять нашли Недвижимость На Рублевке Сергея Чемизова Что там на Рублевке Только нет Да Всего на 4 миллиарда Даже обсуждать Не стоит Что там обсуждать 4 миллиарда Сущие копейки Так Ну про обвинения Мы уже все же Сказали Ага А вот это конечно Совсем хорошо Точнее совсем плохо Российский чемпион По паратриатлону Без рук и ног Устроился Доставщиком еды Чтобы оплатить Поездку На Олимпиаду Так Очень конечно В этой новости Очень хочется узнать Узнать Вот наш Олимпийский комитет В том числе Каким образом Он вообще Допускает Ну нет Такие новости Должны приходить А каким образом Он допускает Что Паралимпийц Не в состоянии Оплатить Почему-то Сам должен Вернее нет Не в состоянии Оплатить Это неверная формулярка Почему-то сам должен Оплатить поездку На Олимпиаду Ну вот смотри Давай поподробнее Это в Екатеринбурге В Екатеринбурге Очевидцы Сняли Такие кадры Где человек Без рук С протезами На ногах В униформе Яндекс еды Разносил заказы Оказалось Что это Российский Чемпион по паратриатлону Михаил Асташов Который устроился Курьером Чтобы заработать На поездку В Токио На Олимпиаду 2020 Асташов Родился без рук и ног И он действующий Чемпион России По паратриатлону А также победитель Кубка мира В общем Об этом С гордостью писали Региональные СМИ В прошлом году Как пишет Евроспорт Асташов рассказал Что региональный Минспорт Финансово Ему не помогает А поехать на Олимпиаду Ему хочется А это Екатеринбург? Да Дорогие Жители Екатеринбурга Пожалуйста Найдите Все-таки Возможность Связаться С этим Парнем С этим чемпионом Давайте Каким-то образом Ему это поможет Я так чувствую Что Как обычно Все закончится СМСками Как у нас Это традиционно У нас бюджет Большой Профицитный Но Судя по всему Помогать будем Мы Да С вами Поэтому Если кто-то В Екатеринбурге Знает этого парня Знает Извините За банальность Его реквизиты Пришлите к нам Пожалуйста Ватсап и Вайбер И давайте Тогда уже Судя по всему Чтоб человек Не доставщиком еды А занимался Своим непосредственным Как говорится Непосредственным Своей Профессией То бишь Спортом Тренера Старшова Марина Никитина Пока отказалась Комментировать Эту ситуацию Сказав Что ей Ничего не известно Но в сервисе Яндекс.Еда Екатеринбургскому Изданию Подтвердили Что спортсмены Действительно У них работают Итак Жители Екатеринбурга У вас Партийная Как это говорили Ранее Задача Найти этого парня Найти его реквизиты И переслать его К нам На Ватсап Вайбер И на все Прочие средства Связи Ну Недопустимая Ситуация Когда Чемпион В общем-то Занимается Тем Чему Не положено Это конечно Благородно Все замечательно Но парень Должен поехать На Олимпиаду Ну пусть И с нашей помощью Я не думаю Что поездка На Олимпиаду Это вот Какая-то Экстраординарная Задача Давайте попробуем 730-101 Телефон прямого эфира Добрый Так Не надо так К сожалению Сорвался звонок Пишет нам Что Евгений Ройзман Видимо у себя написал В соцсетях Обещал уже ему помочь Отлично Женя Спасибо Соответственно Жень Если ты вывесишь У нас услышишь Прочитаешь Пришли реквизиты К нам в редакцию Или мне В мессенджер Благо мы с тобой Дружны И в этой Социальной сети В фейсбуке Пожалуйста Пришли Жень Ребят 903-797-6333 Любые новости И ваши комментарии Ну и 730-101 С большим удовольствием Ну и конечно У нас то что есть Под ютубом Огромное спасибо За ваши вопросы Замечания И дополнения Ну ты знаешь Вот нам слушатели пишут А что это вы Что-то там найденное На Рублевке Так обошли своим вниманием А вы знаете Там скромно Там просто скромно Там какая-то ерунда Не то чтобы мы как-то Ну понимаете Какие-то мелочи Вот в нашей жизни Ну вот Мы тут обсуждаем Как помочь парню Чтобы на Олимпиаду поехать А тут Проект обнаружил На Рублевке Недвижимость семьи Главы Ростеха Сергея Чемизова На 4 миллиарда рублей Ранее у ее родных Нашли в Москве Квартиры еще на 7 миллиардов Родственникам Главы Госкорпорации Ростеха Сергея Чемизова Принадлежит По оценкам Недвижимость Стоит 3 миллиарда рублей Все-таки Активное долголетие Московского правительства В действии Я вот считаю Что всякие злые языки Вот прямо вот А здесь вот 74 года 8 гектар Надо наоборот Надо просто Никогда не сжила Москва так хорошо Да Проект также отмечает Что Рукавишникова Не могла позволить Себе такой участок Поскольку Принадлежащие ей Компании Записанные Да Убыточные Или приносят Небольшой доход Подожди Ну мало ли что Ну вот Понимаешь Активное долголетие Все-таки в действии Просто она привлекает Инвестиции Это стартап Понимаешь Вот все-таки Надо видеть Позитив во всем Да При этом ранее Сообщалось Что пенсионерка Владеет Непрофильным имуществом Ростеха В том числе Дмитрий Валерьевич Вот эта зависть Вас говорит Бизнес-центром В Москве Вот Кроме недвижимости На Рублевке У 74-летней женщины По сведениям Собеседника Есть 700-метровый пентхаус В историческом особняке Прекрасно Великолепно На Малой Никитской На секундочку И собеседник В марте 2019 года Этот пентхаус Оценивал В 2 миллиарда рублей Вторая супруга Чемизова Екатерина Игнатова По данным проекта Владеет на Рублевке Двумя участками В дачном поселке Жуковка-2 Общая площадь Площадь 47 соток Примерная стоимость 233 миллиона рублей Ну копейки Сущие копейки Сущие абсолютно копейки 730 стоя один Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Здравствуйте Это я попал, да? Да, да, да Вы в прямом эфире Доброе утро Слушаем вас Здравствуйте, Дарья, Дмитрий Я звоню с Хабаровска Зовут меня Вадим Я хотел бы вам сообщить О ситуации в Крыму Там долгое время идет Противостояние Властей крымских С зоопарком Частным Да, мы знаем Под руководством Олега Зубкова И вот вчера Поступила новость Что Ну Человека закрыли Да, его арестовали Ну прямо в зале суда Его закрыли на два месяца Ну хотел бы просто Получить ваш комментарий По этому Случаю Ну ситуация очень похожа На Ну то что творится С вашим другом Вот Павлом Грудининым Я думаю Что вы как омбудсмен По самозанятым Насколько я знаю Ну да Как-то прокомментировали Привлекли внимание К этой проблеме Спасибо большое Спасибо Спасибо Значит смотрите С Олегом мы встречались Неоднократно И ко мне обращалось Огромнейшее количество Во всяких социальных сетях Я только задавал Всегда один вопрос Коллеги Это прекрасно Что Пытаетесь Кого-то Сподвигнуть Скажите пожалуйста Какое количество Хотя бы Одиночных пикетов Были в поддержку Олега Мы-то со своей стороны Тему всегда освещали И более того Уже там Бумаги его Рассматривали И не один раз Не только аппарат Омбудсмена По самозанятым Потому что Самозанятым он не является А аппарат Омбудсмена В эти документы Все есть И соответственно Есть и реакция Центра общественных процедур Бизнес против коррупции Мы поддерживали его Соответственно В судебных разбирательствах И будем это все дело Поддерживать в дальнейшем Но когда общественники Обращаются То я всегда задаю вопрос Очень такой простой Много ли было Каких-то Акций в защиту В поддержку Олега Потому что на Даже судебные заседания В общем приезжает Не очень много людей Вот А уж тем более Публичных каких-то акций Я вообще не видел Вот про публичные акции Самый основной вопрос Давай Если вдруг кто Из наших слушателей Пропустил Речь идет о сафаре Парке Тайган Это частный парк львов В СМИ его кстати говоря Между прочим Называют Крупнейшим в Европе Парком с хищниками Живут в нем 60 львов Включая редких Особи белые львы Территория парка При этом 32 гектара Тайган закрыли В декабре 2019 года На месяц После нескольких Происшествий в парке Например Интерфакс пишет о том Что один из львов Покусал посетительницу А тигренок Поцарапал военнослужащего И также чиновники Вроде как Обнаружили Поцарапанного льва Которого Владельцы парка Не поставили На карантин При этом Как пишет Новая газета В конце января Олег Зубков Владелец Тайгана Заявил что Если парк Не сможет работать То ему придется Уничтожить Так называемых Это ужасно звучит Неликвидных животных Которых просто нельзя Продать или переустроить Например Речь идет О самой большой В России Популяции медведей Которые содержатся В неволе А это более 40 животных Еще раз Парк до сих пор Не открыт Ну ситуация На самом деле Говорю ужасная Потому что По крайней мере По сообщениям Которые поступают С крымской территории Там в том числе Идет достаточно Жесткая Благата Информационная блокада Поэтому огромная Просьба Еще раз повторюсь Одиночный пикет Это еще никто Не запрещал И очень хотелось бы Чтобы это была Все-таки такая история Массовая Раз уж Она всех волнует И она действительно Очень важная И Олег Заслуживает того Чтобы быть А во-первых На свободе И заниматься Не просто Любимым делом А в общем-то Разведением Содержанием Животных Которые В общем Заслуживают Лучшей воли А не просто Усыпления Как такового 730-101 Телефон прямого эфира Друзья Я напомню Что вы можете Звонить И комментировать Любые обсуждаемые Сегодня Новости Слушатели наши Спрашивают Как вам Дмитрий Валерьевич Отмена Сочинского Инвестиционного Форума Из-за коронавируса Ехать к нам Не хотят Или действительно Коронавируса боятся Ой я думаю что Без подписи К сожалению Я думаю что Все существенно проще Потому что Коронавирус И даже китайские Какие-то делегации Приезжают И будут приезжать На сегодняшний день Причем здесь Коронавирус Попросту говоря Они не видят Особо наверное Экономического смысла Я поскольку Регистрировался На сей форум Правда Пакет еще Оплатить не успел Могу сказать что Сейчас С учетом Изменений Экономики Организовывать Сочинский форум Который Ну такой был всегда Каким-то проходным Достаточно бессмыслен Для этого есть Санкт-Петербургский форум Заметьте что Вообще Отмена сначала Красноярского А теперь в общем-то Сдвиг Сочинского форума Ну это такая Разумная Достаточно история Ну место тусовки Достаточно Дорогостоящее Хотя конечно Компания Росконгресс Не будет особо рада Семьсот тридцать Сто и один Да что же у нас Сегодня такое С линии Да я напомню Нашим слушателям Что отменить форум Попросила Вице-премьер Татьяна Голикова Которая возглавляет Оперативный штаб По профилактике Распространения вируса Об отмене Говорил также Вице-премьер Дмитрий Чернышенко По его словам На форуме Зарегистрировались Четыре тысячи Участников Из них Пятьсот Это иностранные Участники Из которых половина Это прямая цитата Представители стран В которых официально Зарегистрировано Заражение коронавирусом Ну причем там Вообще отменить Сначала предлагалось А наш Премьер сказал Что мы не будем Отменять Но мы будем Переносить Говорят что в связи с этим Очень региональные Представители пострадают Которые в стенды Уже вбухали Довольно серьезные А я не знаю Ну то есть те кто уже Оплатил всю эту историю Как им будут Возвращать деньги А там возврат Практически невозможно Конструкция Ну конечно А что конструкция Что с ней делать Она уникальная история Поэтому там Залет очень серьезный А форум должен был быть Грубо говоря Со дня на день Практически 730-101 Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Доброе утро Доброе утро Хотел вот спросить У вас такой вопрос Как бы может быть Обсудить тему Реновацию В Москве Только Москва Вот я как житель Центрального округа Вот мне Дали квартиру Вау Да 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 Все бы было бы хорошо Но это просто ужас Это 50-этажное здание Без балконов Представляете 18 домов Переселили В 3 здания Отлично Да Парковочные места Были Это Пресненский район Парковочных мест Было Около этих 18 домов 1000 А сейчас Там 300 Парковочных мест Всего лишь На 1650 квартир Ну видимо Видимо квартиру Надо машину С собой В тесноте Да не в обиде Нет Машину просто надо С собой На этаж В кармаш Помните как В мультфильме Простоквашина Они машину там Помнишь Ремонтируют Прям в квартире Да Я думаю что Такая Ну а если Комментарий Мы на прошлой Неделе Как раз Я и задавал Вопрос Нашей Честной Публике Потому что Очень много Когда шла Московская Реновация Несколько лет назад Прямо Ведь жители Все же ее одобрили Прямо все сказали Что мы Как платные парковки Да Мы как О едином порыве Все дома Голосовали Говорили Да мы не хотим Жить в плохих Условиях Мы хотим Переехать Я задал вопрос Совершенно конкретный Готовы ли вы К серьезнейшему Изменению Уклада жизни Это такое Знаете Вот Мягкое такое слово Уклад жизни А вот уклад жизни Это именно Вот про это Когда у вас Раньше был двор Причем Огром Их было Несколько Этих дворов Потому что Здесь речь Об этом идет Что некоторые Я бы сказал Города у нас И поселки Городского типа При проведении Реновации Влезут в такую Пятидесятиэтажную Башню Попросту говоря Был город А теперь раз Башня И все И никуда Даже переезжать Не надо 730-101 Друзья Телефон прямого эфира Видеотрансляция На нашем канале В ютуб И конечно пишите Комментируйте Все новости Которые мы Обсуждаем В прямом эфире Дмитрий Потапенко Дарья Гордеева Оставайтесь с нами Всем доброе утро Да Подключайтесь У нас дайджест новостей С большим удовольствием Берем новости Их обсуждаем Вместе с вами И в том числе Предлагаем вам Подкинуть нам новости Дим Тут Ты знаешь Давай перед тем Как перейти к следующей новости Слушатель Вячеслав Из Москвы Ага Задает вопрос Такой Знаешь Он глобальный Как это Практически Про все В мировом масштабе Откуда все взялось Вот из разряда Знаешь вопрос Зачитываю Авраам родил Исаака Насколько я помню Вопрос для Дмитрия Валерьевича Потапенко Господи Интересно мнение Возможно ли это Хотя бы в теории Я так понимаю Это реакция На расследование Проекта По поводу Чемезовской недвижимости Не факт Не факт Не факт Вы конкретизируете Сей вопрос Потому что Видите ли в чем дело На этот вопрос Существует Несколько ответов В прямом физическом смысле Если бы я был Государственным Чиновником Я бы вам сказал Следующее Что если вы Когда-то Купили Каким-то Не очень ясным Образом квартиру Где-нибудь На слынче в бряге То в соответствии С налоговым кодексом Возврат таких Денежных средств Возможен И благо он Предусмотрен Налоговым кодексом И сейчас А поскольку Вы были вынуждены Переводить денежки Как-то там На слынче в бряге Вот В обязательном порядке Каким-то способом У вас были счета А еще Скорее всего Вы платите за коммуналку Отдавая деньги Кому-то там Да Или сдавая еще Спасибо Господь Это все в аренду То в принципе Возврат этих Денежных средств Возможен Ответ номер раз Ответ номер два В случае Если вы считаете Ну вот в данном случае Вот нам написал Очень хорошее Прямо Такое сообщение Прекрасное Прямо Великолепное Вот пишет нам Не знаю Кто не подписался К сожалению Вот это человечище В 74 года Тянет всю семью Пока зять За копейки В правительстве Штаны просиживает Здесь же деньги Вложены в российскую экономику Ну куплены пентхаусы Ну куплены 8 гектар Где-нибудь в раздорах Ну ни о чем Ну да Московское долголетие Ярким цветом Есть ли какое-то Преступление Ну вот Пока компании были убыточны А это инвестиционные деньги Украдены Нет Не украдены Выведены Нет Это второй ответ Ну и третий ответ Соответственно Что вы подразумевали Под выведенными деньгами Потому что у нас есть Отток капитала Отток капитала Вы относите Каким деньгам Криминальным Или рациональным Скажем так Потому что По большей части Если кто не понимает Что по большей части Приток капитала Так называемым Иностранным Это бывшие наши деньги Просто Ни один Трезвом уме Здравой памяти Инвестор Сюда не будет Заводить деньги Как российские деньги Он все равно Их сначала туда Выведет Даже если они здесь Заработаны Абсолютно честным путем Абсолютно открытым Но сюда будет заводить так Чтобы эти деньги Выглядели иностранными И обратный отток Это там Либо возврат Валютной выручки Ну попросту говорят Человек сюда ввел деньги А обратно вывел Это вот Третий вам ответ И четвертый ответ Соответственно Есть ли часть Там как бы Денег Условных Полковников Захарченко Да Есть И здесь Нужна совместная работа Российской Правоохранительной системы Которая конечно Работать не будет Потому что Она же сама же И потворствует Всему этому выводу И зарубежные Правоохранительные системы Если вы думаете Что они там Не знают Чьи деньги Выведены Именно криминальные Напомню Российский паспорт И вообще Российские Околороссийские документы За рубежом Последние 5-7 лет Это практически Черная метка И для того Чтобы отсюда Вывести реально Деньги Туда Без завода Обратно Ну то есть Потому что Деньги либо делают Петлю Вот это То что Вывод Вот Это Третий ответ А деньги Которые уходят Отсюда Ну их Не так уж и много Они есть 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 Другое дело Вот насколько Мы как раз готовы Возможно ли Да возможно Потому что Все проводки Открыты Зарубежная Соответственно Банковская система Достаточно Четко работает И понимает Какие деньги Куда уходят Вопрос Кто будет Инициировать Расследование Ну кстати Вот по поводу Расследования Это для тех Как раз Что за 74-летняя женщина О которой говорит Дмитрий Валерьевич Великолепная Прекрасный Хороший человек Судя по всем Хороший человек Содержит зять Содержит практически Всю семью Он за копейки Реально сидит Где-то Да и государство Немножечко поддерживает Вот и государство Поддерживает Своими налогами Проект Обнаружил На Рублевке Недвижимость Семьи главы Ростеха Сергея Чемизова На 4 миллиарда рублей СМИ пишет о том Что ранее У его родных Нашли в Москве Квартиры Еще на 7 миллиардов Как пишет Издание Проект Теща Чемизова 74-летняя Людмила Рукавишникова Владеет Восьми гектарами Земли В деревне Раздоры Одном из самых Дорогих мест На Рублевке Это следует Из выписки Единого госреестра Недвижимости На участке При этом возводят Большой особняк Есть несколько строений Поменьше При этом По оценке издания Недвижимость Стоит 3 миллиарда рублей Также проект Указывает Рукавишникова Что Рукавишникова Не могла себе Позволить Такой участок Поскольку Принадлежащие Ей компании Ей же Убыточные И приносят Совсем Небольшой Доход Да и ранее СМИ писали о том Что пенсионерка Также владеет Непрофильным имуществом Ростеха В том числе Бизнес Центром В Москве Кроме недвижимости На Рублевке У 74-летней Людмилы Рукавишниковой По сведениям Собеседника Есть 700 метровый Пентхаус В историческом Особняке На Малой Никитской Улице Правильно Потому что Если не она То где люди То жить Где ее дети Внуки будут жить Вот Это яркий пример Правильного Активного Долголетия Когда Старшее поколение Заботится о младших И вот Прямо злые языки Вот им бы лишь бы Что-нибудь Укорить Наших Простых пенсионеров Да но при этом Я хочу напомнить Еще одну новость Которую мы сегодня Обсуждали в первой Половине часа В Екатеринбурге Очевидцы сняли кадры Где человек без рук И с протезами на ногах В униформе Яндекс.Еды Разносят заказы Оказалось Что это российский чемпион По паратриатлону Михаил Асташов Который устроился курьером Чтобы заработать На поездку в Токио На Олимпиаду 2020 Он родился без рук и ног И является действующим Чемпионом России По паратриатлону А также победителем Кубка мира Значит писали об этом Многие региональные СМИ Как пишет Евроспорт Асташов рассказал Что региональный Минспорт Финансово ему не помогает А поехать на Олимпиаду Ему очень хочется И мы обратились И я лично обратился К жителям Екатеринбурга Огромный город У нас же там редакция есть Коллеги Дорогие, хорошие Пожалуйста Найдите этого парня Найдите его реквизиты Поскольку нам действительно Правильно написали Давайте помогать Что могут быть Огромное количество мошенников Найдите этого парня Найдите его реквизиты И просто выясните О какой сумме идет речь Ну пойдем значит с шапкой Ну что Женя Роизман тоже вроде как Обещался помочь подключиться Ну ненормальная ситуация И наши партийные функционеры Вернее спортивные функционеры И так Облажались По полной программе Подставили наших Ребят и девчонок И тут Парню приходится работать Доставщиком Чтобы Попросту говоря Поехать на Олимпиаду Он должен там быть 730-101 Любые новости Вы можете комментировать В прямом эфире Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Дмитрий Владимирович Ну на самом деле С вами Дмитрий не согласен По поводу успешных чиновников И то что у них там Аккумулируется В различных странах Включая Евросоюз Соединенные Штаты Америки Нашего злейшего И заклятого друга Вот Я хочу напомнить Что в 2003 году В интересах Известно уже кого Российская Федерация Не ратифицировала В полном объеме Статью Вернее Конвенцию Против коррупции Со стороны ООН Там непосредственно Четыре статьи 20-26 От 54-57 Это незаконные активы Ответственности Уридических лиц Поиск и арест Активов С помощью международных Организаций Если короче говорить Посредством Так называемой Конфискации И четвертый пункт 57 Это арест Возврат активов На основе Международных Юридических правил В ней Рюзникции России Если Россия В этом заинтересована И возврат их на родину Вот По поводу Богачества Которого перечислили В отношении Первого лица Которого Чемезов Ремезов Но на самом деле Это каждодневная статистика Недавно был опубликован Сайт по поводу Богачеств господина Кириенко На миллиард Рублей Недвижимости В тех же краях 70 гектаров И в том числе Господина Нового премьера Его сестры Госпожи Стенины Которая уже давно Нигде не работает В тех же краях На Никольной горе И в том числе И в Москве О недвижимости На миллиард рублей Поэтому Что там говорить Кумовство Семейство Землячество И клановости Которая Естественно Преоспевает По сравнению С тем Что вы обозначали По поводу Паралимпийского Спортсмена И тех Пенсионеров Обездольных Людей На которых Не хватает Не то что денег А просто хотят Забросать бесплатными Обедами Как студентов Вместо того Чтобы платить Достойную Пенсию Стипендию Понятно Спасибо 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 Владимир 730 101 Доброе утро Доброе утро Слушаем вас Алло Доброе утро Доброе Слушаем вас Марат из Казани Вам звонит Да Слушаем вас Я звоню в этот раз Как злой язык Хочу с вами Опять поспорить Давайте Спорьте Вы у нас постоянно звоните Дмитрий Скажите пожалуйста Вот вы на самом деле Всерьез полагаете Что в Яндекс.Еде Можно заработать Деньги на поездку В Токио Знаете А там пишут Кстати говоря Не о такой уж и большой сумме Вот наши слушатели Нашли инстаграм человека Там надо всего 350 тысяч рублей Тогда реально Ну да Ты волишь Копейки Я просто Вообще не согласен По поводу этой тематики Того что надо поддерживать Спортсменов И так далее И тому подобное Вот вы мне скажите Чем допустим Спортсмен Отличается от музыканта Чем например Великий спортсмен Овечкин Отличается от Великого музыканта Мацуева Ничем Да Они и тот и другой Сами пробили себе дорогу И тот и другой Своим талантом Своим трудом Достигли тех высот Которых они достигли Сомневаюсь Что им Кто-то Кроме собственных родителей В этом помогал Вот Поэтому Знаете Вот когда вы говорите О том Что вот Облажались наши чиновники Нашими спортсменами И так далее И тому подобное Я вот допустим Как считаю Если Ну вот так случилось Как случилось Если ты Способен Если у тебя есть Талант И возможности И силы Ну находи Возможности Которые Занимают позицию Да нет Не будем мы Ни под каким Нейтральным Или чужим флагом Выступать Мы россияне Мы за Путина И так далее Ну пусть они участвуют Во внутренних соревнованиях Которые для них Устраивают Пусть они Им вручают Эти деньги Бэхи И так далее И тому подобное Да Марат Спасибо большое На самом деле Позиция понятная Абсолютная Она имеет право На существование Но мне кажется Мы здесь просто говорим О простой Человеческой реакции Вот для меня У нас нет противоречия С Маратом нет Дело в том Что он говорит О пробивании таланта Талант действительно Вот если ты Талант Именно спортивный Какой-то там Музыкальный То именно Каким-то иным Способом Вот Выделять его Не имеет смысла Потому что иначе Не будет конкуренции Мы Марат Несколько У нас нет с вами Противоречий Потому что То что мы Ошибочно называем Министерством спорта Практически В большей части Стран не существует Произошла Следующая Подмена Осознанная Подмена Понятий Когда у нас Министерство Этого спорта Осуществляло Некие функции То есть Суппорт То предоставление Флага Предоставление Базы И всего остального А потом оказалось Что Ну вот Когда нужно Подтасовать Результат Они подтасовали Поэтому я С вами согласен В посыле Что поддержка Должна быть Но она должна быть Другой Министерство Спорта просто Не должно существовать Да я только хочу Еще обратить внимание Что этот спортсмен В общем ни о чем Никогда не просил Никого Нигде Ни в каких Социальных сетях Согласен Это исключительно Вот здесь Наша инициатива И мне кажется Она нормальная И человеческая Не более того Потапенко Будет Так 903 7976 333 Так Что нам пишут Ну вот смотри Конечно история С параолимпийцем Нашим Сколыхнула И в связи Со звонком Слушателя Марата Я напомню Что вот Марат считает Что не надо Помогать Спортсменам Они должны Уходить Просто грубо говоря В другую юрисдикцию По другой флаг Но правда Тоже есть нюанс На это тоже Нужны деньги Местные Минспорты Региональные Минспорты Финансово Нашему спортсмену Никак не помогает А я еще раз Напомню Что он действующий Чемпион России По паре триатлонов А также победитель Кубка мира Что пишут слушатели Вайбер из Нижнего Пишет Елена Позовите пожалуйста Функционеров от спорта Пусть расскажут О системе организации Спорта И отправки на соревнования Наших спортсменов Лена Мы бы рады Они как-то не очень Хотят Приходить В прямой Эфир Чтобы участвовать Под другим флагом Надо четыре года ждать Учить им отчасть Пишет нам Слушатель Владимир Ира пишет Талант Надо поддерживать Это бездарность Сама дорогу найдет Итак Инфраструктура Это и есть Задача государства Иначе Зачем Государство существует Государство Это инфраструктура Мы не все Можем сделать Могут ли спортсмены Перейти в другую юрисдикцию Все равно должен быть Какой-то спортивный менеджер Который Тебе Объяснит Поможет Задача спортсмена Показывать Быстрее Выше Сильнее А вот эти бумазейки Кто-то должен быть Ты знаешь У нас большое количество Сообщений На тему Вот я смотрю Например Наш смс-портал На тему того Что у нас почему-то считается Что и спортсменам И музыкантам И прочим талантливым людям В России Стыдно Искать себе Спонсоров Тогда как на западе Это совершенно нормальная практика Я не вижу в этом Абсолютно никаких Вообще препятствий Абсолютную норму 731 Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Слушаем вас Доброе утро Доброе Александр Тюмень Я хотел бы ответить Марату Давайте Если можно Конечно Человек Человек просто Никогда Лично Не сталкивался С проблемами Существующими Именно в спорте Начиная С детского спорта Дальше Доходя до молодежки И дальше И дальше Наверх По спортивной лестнице Он не просто Не представляет Даже приблизительно О том Как осуществить Отбор спортсменов Для того Чтобы они могли Дальше Идти И участвовать В соревнованиях Ну понятно Простой Простой Талантливый Ребенок Не может Не может Без серьезной Поддержки Без То что раньше Называлось Мохнатой рукой Не может Не участвовать В соревнованиях Не даже Попасть на них Понятно Спасибо Спасибо Ну вот пишет нам Также комментарии В наш Ватсап Даже если Это пиар-акция Это правильная Пиар-акция И они сейчас Должны быть Именно такими Вот приходят Комментарии Я каждый раз Каждый раз Когда это читаю Слушайте Ему что Сдохнуть В тишине Вот он Что должен Сделать Я каждый раз Это пытаюсь Понять Все Сваливается В пиар Да Донесли Средства Массовой информации Хорошо Если донесли Близким Как человек Должен Вот он Без рук Без ног Родился Он стал Паралимпийцем Он стал Чемпионом Вот сейчас Даже если Хорошо Пусть это Рекламная Акция Яндекс.Еды Мы готов Повторить его 300 раз Если они Ему оплатят Эту поездку Че еще нужно Но это наше решение Че вот Каждый раз Это пиар акция Да это пиар акция Нет Сдохни в тишине Отличный Прям подход Вот Все должны Мучиться Знаете Мучиться Но что-то добиваться Офигеть Вот я Я каждый раз Когда это слышу Вот надо Сдохни в тишине Правда Друзья Плюс 7903 7976333 Номер Нашего Смс портала Он же Номер Ватсапа Он же Номер Нашего Вайбера Мы кстати за этой историей Будем пристально следить И помогать И надеемся Если нам пришлют данные И своими деньгами поможет Проблема нет Через несколько минут В студии Серебряного дождя Главный экономист Консалтинговой компании ПФ Капитал Евгений Надоршин Появится Ну и все самые важные Экономические новости Будем обсуждать И ваши комментарии Ждем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok